Девочки, а вы? Тогда да, это мой заказ. Отдайте его мне. Еще чего, теперь уже врать бесполезно. Это моя покупка. Ну уж нет, фонтан мой, посторонитесь все. А ну тихо, девочки. Остановитесь и хотя бы секундочку не кричите и не ругайтесь. Я знаю, как решить ваш спор. Челлендж поможет нам понять, кто из вас получит приз. Добро пожаловать на челлендж для художников. Ого, это крутая идея. Шоколадный фонтан получит тот из вас, кто лучше всего его нарисует. Раз все согласны, то пора бы приступать. Но учтите, рисовать вы должны без рук. Это обязательное правило. Если все понятно, то ваша минута пошла. Поехали. Я уже уверена, что победа у меня в кармане. Чего мне соревноваться с этими неумехами? Кто бы говорил. Что-то мне подсказывает, что фонтан из шоколада получу я. Уж больно круто я рисую. Еще чего. Он мой. Правда, пока что мне не очень нравится то, что получается. Может, нужно просто сменить тактику? Думаю, рисовать фломастером будет куда удобнее. Так. Вот так попробуем. Хорошо. Точно. Фломастер. Я тоже хочу рисовать им. Да уж, ты фломастер-то открыть не можешь. Вообще-то это не смешно. Так, и что же мне делать? Тем более у других такие классные рисунки. Ладно, ничего страшного. Если у меня не получается красиво нарисовать, то нужно, чтобы другие тоже попортили свои шедевры. Думаю, перо мне поможет. Ты что сделала? Из-за тебя я весь рисунок испортила. Ага. Вот это невезуха. А ты чего смеешься? Я тебе испортить могу. Кроме того, твоему рисунку тоже хана. Я и его испорчу. Будешь знать, как смеяться над Самантой. Нет, хватит. Правильно, так ее. Челси, а ты почему радуешься? Я и твой рисунок сейчас мигом испоганю. Не надо, прошу. Стоп. Девочки, ваше время вышло. Показывайте рисунки. Блин, я даже не успела испортить рисунок Челси. Давайте посмотрим, что же вы там успели нарисовать. Мэри, это еще что такое? Похоже, не на фонтан, а на какую-то кляксу. Саманта, твой рисунок тоже не очень. Почему вы не постарались? А как вам моя работа? Ну, она лучше, чем у других. Окей. Но я видел и получше. Ладно, так как у других все еще хуже, сегодня побеждает Челси. Ура! Я больше всех старалась, поэтому я заслуженно получила эту награду. Думаешь, ты одна можешь пить шоколад? Ошибаешься. Мы тоже можем это делать. У нас даже трубочки специально для этого имеются. Как же вкусно. Эй, а где мой шоколад? Ну, ты же наша подруга. Вот ты и поделилась с нами. Воровки. На этот раз ваш приз будет еще круче. Смотрите, какой милый песик. Да, такой пупсик. И он очень объелся, поэтому хорошенько сходил в туалет. И нашим призом станет эта милейшая какашка. Кто лучше нарисует, тот ее и получит. Желаю удачи, а ваше время уже пошло. Я не хочу какашку. Нужно просто нарисовать что-то, но не какашку. Я должна сделать самый плохой рисунок в своей жизни точно. Нет ничего хуже, чем рисовать ногой. За запах сразу прошу прощения. Что это такое? Началась ядерная война? Откуда эта вонь? Это всего лишь моя ноженька. Все точно нарисуют что-то крутое. А я просто буду мазать фломастером по бумаге. Так меня и не засекут. Какашку получить не придется. Блин, я потеряла коричневый фломастер. Мне срочно нужна замена. Что-то у меня все из рук валится. Нужно быть аккуратнее. Интересно, что успели нарисовать остальные? Что? Так, ваше время вышло. Показывайте свои художества. Уже все? Ура, я готова показать рисунок. Челси, я ждал от тебя большего. Ого, Саманта, да ты умница. У тебя прекрасный рисунок. Мэри, а ты почему спишь? Я не сплю. Вот мой рисунок. Ой, вот это и правда настоящая какашка. Значит, приз получаешь именно ты. Давайте поздравим Мэри. Какашку? Блин. Как правило, ты должна ее съесть. Да? Но вдруг мне повезет и окажется, что это всего лишь шоколад. Фу, она и правда ест какашку. Сами вы какашки. А это обычная, очень вкусная шоколадная паста. Хотите попробовать? Очень вкусно. Девочки, на этот раз сражаться вы будете за этого милейшего котенка. Какой миленький. И очень пушистый. Если вы нарисуете его очень круто, то он ваш. Рисовать на этот раз нужно будет мелками. И на своем лице. Я могу лишь пожелать вам удачи. Время пошло. И правда, зачем рисовать что-то на бумаге, если я сама очень похожа на милого котика, просто нужно пару деталей на лице дорисовать, и все готово. Я тоже похожу на кошечку. Мяу. И крашусь я лучше всех. Вы можете мучиться сколько угодно, а я единственная, кто додумалась достать зеркало. Без него я точно ничего нормального не нарисую. Тем более зеркало не против правил. Победа точно у меня в кармане. Челси рисовать совсем не умеет, а Мэри... Ого. Использовать зеркало – это против правил. Как тебе не стыдно. Смотри, Челси, ты видишь эту наглость? Да. Это несправедливо. Мы должны проучить Мэри. Давай смоем ее макияж. Мэри, ты готова принять душ? Тогда получай. Нет, зачем? Зачем вы это сделали? Я могла получить пушистого котика в подарок. Точно, котик. Если Саманта будет краситься так же круто, то не видать мне котенка. Нужно испортить ее макияж. Саманта, у тебя краска смазалась. Где? Скажи мне, я исправлю. Давай лучше я тебе помогу. Мне не сложно. Так. Да. Вот теперь супер. Ой, спасибо большое. Девочки, показывайте ваши мордочки. Будем смотреть, у кого что получилось. Мэри, ты опять даже не старалась. Какой ужас, даже котику видеть нельзя. Саманта, а ты вообще видела, как ты выглядишь? И как выглядит кот? При чем тут пират? Пират? Какой пират? Ах ты, Челси. Я тебя проучила. Зато теперь ведущий по заслугам оценит мой макияж. Да уж, придется опять отдать победу Челси. Потому что у остальных все гораздо хуже. Ура, теперь этот малыш мой. О, апчки. Кажется, вернулась моя детская аллергия на кошек. Апчки. Апчки. Ничего страшного. Теперь котенок будет более в надежных руках. Моих и Мэри. Нет, он мой. Вывалечись сначала, а потом мы отдадим тебе котика. Раз прошлый приз был таким классным, то этот может вам не понравиться. Вы будете бороться за рыбку. Более того, рисовать на этот раз вам придется разными соусами. Будет труднее, но вы справитесь. Время пошло. Конечно, все будет супер. Рисовать соусами – это не только весело, но и вкусно. Ты чего там делаешь? Оставь мусор при себе. Прошу прощения, я не специально. Ладно, я не обижаюсь. Наверное, рисовать соусами – прикольно, они же такие яркие. Выглядит очень даже круто. Оказывается, кетчуп – это неплохая краска. Мне кажется, сырный соус тоже довольно яркий. Так что и с его помощью можно сделать классный рисунок. Он так быстро закончился. Но не беда. Они все выглядят очень яркими и красивыми. Так что любой соус поможет мне в рисовании. Ого, я и не думала, что рисовать соусами – это так увлекательно. Так. Блин, все рисуют слишком круто. Мне тоже надо поднажать. Я тоже хочу красивый рисунок. Соусы очень неплохо пахнут. Наверное, они на вкус очень приятные. Ого, какие же они вкусные. Зачем вообще рисовать, если соусы сами по себе такие классные? Правда? Мне кажется, есть просто соусы – это странно. А вот и нет, это круто и очень вкусно. Согласна. Но рисовать все-таки круче. Ой, дурацкие коробочки. Блин, они испортили весь мой рисунок. Как вы могли так меня подвести? Дурацкий мусор. Блин, кажется, я съела все соусы. Рисовать мне теперь совсем нечем. Но ничего страшного. Можно просто украсть рисунок у Саманты. Ваше время подошло к концу. Показывайте, кто что нарисовал. Показывайте. А я пока заберу себе хороший рисунок. Мэри, сегодня явно не твой день. Рисунок так себе. А вот у Челси мне нравится больше. Хорошая работа. Эээ, Саманта, а ты чем занималась? Думала, если будешь сидеть и ничего не делать, то не получишь рыбу? Упс. Как бы не так, поздравляю. Именно Саманта получает целую кучу рыбешек. Это все из-за Челси. Я не съем так много сырой рыбы. Идея. Зачем есть сырую рыбу, если можно ее приготовить? Это отличная мысль. Не зря же я всегда нашу горелку. рядом с собой. Ой, Челси, прости. Кажется, огонек и на тебя попал. Да уж, а тебе идет. Да ну вас. С помощью горелки можно превратить гадкую рыбку во вкусный деликатес. И сделать это очень просто. Вот, смотрите. Пожелайте мне приятного аппетита. Вау, вау, вау! Просто изумительно. Ха! Какие красивые торты. Я готова выбрать декор для своего. Ого, мармеладные червячки. Здорово. Только посмотри, как их много. Ну что, теперь твоя очередь крутить колесо. Боюсь, мне достанется что-то менее вкусное. Я так и знала. Настоящие червяки. Отвратительно. Фу, какие они страшные. Я не могу положить такое на свой торт. Ничего не поделать. Хочешь ты или нет, тебе придется. Закрою глаза, чтобы этого не видеть. Мамочки, они шевелятся. Это так ужасно. А почему так мало? Нужно положить все. Не думала, что ты настолько жестокая, Кейт. Я считала тебя своей подругой. Да уж, не лучшее зрелище, но я в этом не виновата. Таковы правила. Я не хочу класть это в рот. Черви будут шевелиться, а такого мне точно не пережить. Отвратительно. Нужно срочно заесть это тортом без декора. Фу, все равно противно. Он пропитался привкусом червей. О нет, кажется, у меня по лицу что-то ползет. Только не это. Опять черви. Как же они мне надоели. Даже волосы успели заползти. Когда все это кончится? А можно аккуратнее? Один червяк только что пролетел у меня перед носом. Хорошо, что ты все съела и остались только мои мармеладные черви. Лучше декоры не придумать. Уверена, они не только украсят мой торт, но и сделают его намного вкуснее. Посмотри, какая прелесть. Выглядит и правда потрясно. А как же это вкусно, ты даже не представляешь. Я готова съесть целый торт за один раз. Лучшего сочетания не придумать. Кейт, а ты могла бы меня угостить? Хотя бы одним кусочком. Пожалуйста. Да что за глупости. Можешь даже не надеяться. Другого ответа я и не ожидала. Но ничего. Сейчас я тебя проучу, подружка. Это что, нападение? Я смогу постоять за свой торт. Посмотрим, кто окажется сильнее. Защищайся. Это ты защищайся. Я умею нападать. Вот это удар. А ты хороша. Ради торта я готова на все. Я проиграла. Мне не удастся попробовать торт. Я тебе это еще припомню. У меня созрел новый план. Эй, ты что творишь, мила? Ну все. Теперь весь торт точно твой. Ну и прекрасно. Грязнуля. Я снова готова крутить колесо первой. О нет, меня сейчас дует. Какой сильный ветер. Не может быть. Это что, перцы чили? Наконец-то тебе досталась гадость, а не сладость. Посмотрим, как ты с этим справишься. Уверена, на сей раз удача будет на моей стороне. Тебе достались мармеладные глаза. Это не честно. Это еще почему. Все справедливо. Так решила судьба. Посмотри, как хорошо мармеладные глаза смотрятся на моем тортике. О да, это лучшее сочетание вкусов. Я запомню этот торт навсегда. Я тоже хочу его попробовать. Еще чего. Ты со мной не делилась? И я тоже не буду. Сумасшедшая. Ты чуть меня не поранила. Зато теперь ты точно не будешь покушаться на мой торт. И зачем мне эта вилка? Буду есть руками. Так вкуснее и быстрее. А еще за один раз можно засунуть в рот гораздо больше. Представляю, насколько это вкусно. Не торт, а сладкая мечта. Ты права. Но у него есть один минус. Он слишком быстро закончился. Остался только мармеладный глаз. А что, если подкинуть его и поймать? О нет, я промазала. Не понимаю, как это вышло? Вот это да, настоящий подарок судьбы. Мне все-таки удалось попробовать мармелад. А теперь ешь свой торт с перцем чили. Спасибо, что напомнила про него. Ладно, начну с украшения. Кстати, получается вполне неплохо. Посмотри, как хорошо сочетаются эти цвета. А теперь узнаем, какой у твоего торта вкус. Можно было и без этого обойтись. Похоже, мне никуда не деться. Придется это попробовать. Я уже чувствую остроту. Нет, мне не нравится. Эй, почему так мало? Бери сразу несколько кусков. Вот увидишь, ничего хорошего из этого не получится. Не пытайся меня разжалобить. Доедай до конца. Все. Надеюсь, теперь ты довольна? О нет, кажется, сейчас начнется пожар. Мамочки, я горю. Похоже, я все-таки переборщила. Не стоило заставлять есть ей весь перец. Держись, Кейт, я тебя полью водой. Фух, как же хорошо. Спасибо. Пришла моя очередь крутить колесо первой. Кактус? Вот это да. Но он ведь колючий. Как же я буду его есть? Секундочку. По-моему, тут ошибка. Колесо остановилось на картошке фри. Ладно, ладно, смухлевать не получилось. Верно, меня не обмануть. А теперь кручу колесо я. Интуиция подсказывает, что я получу нечто вкусное. Жвачка. Мое чутье меня не подвело. Ничего себе. Как же много разновидностей. Ты могла бы дать и мне хотя бы один из них попробовать. Ну уж нет. Я сама хочу попробовать все. Думаю, если сочетать цвета, получится очень красиво и ярко. А как пахнет. Еле сдерживаюсь, чтобы не съесть. Получается здорово. Мне бы хотелось получить такой торт. Не обязательно использовать все жвачки для декора. Одну можно съесть просто так. Да, ты права. Смотри. У меня получилось сердечко. Вот это да. Очень мило. Думаю, оно отлично завершит всю композицию. Это гениально. Ты прекрасный декоратор. Спасибо. Наконец-то пришел самый главный момент. Можно попробовать то, что у меня получилось. Не сомневаюсь, что это безумно вкусно. О да, ты права на все сто процентов. Я не остановлюсь, пока не съем все. Кейт, но ты вся перепачкалась. И где твои хорошие манеры? Признайся, ты просто мне завидуешь. О, я совсем забыла, что из жвачки можно надуть пузыри. Может быть, тогда стоит остановиться? Этот пузырь меня пугает, он очень большой. Ну все, я должна положить этому конец. Извини. Что ты наделала, мила? Из-за тебя я вся в жвачке. Это возмутительно. Ты сама виновата. Я просила тебя остановиться. О нет. Ай, какой колючий кактус. Я не могу его есть. Придумай что-нибудь. Это твои проблемы. У меня есть идея. Попробую воплотить ее в жизнь. Нет, нет, боюсь, эти ножницы не подойдут. Нужно что-то поменьше. Эти тоже слишком большие. А вот маникюрные в самый раз. Пора сделать моему кактусу стрижку. Эти колючки ему явно не идут. Так вот, в чем заключался твой план. Гениально. Спасибо. Надеюсь, теперь я смогу съесть свой торт с кактусом и не пораниться. Ну почему так долго? Я уже засыпаю. Эй, проснись. Да что ты себе позволяешь? Мне больно. Скорее украшай свой торт и ешь. Придумала. Нужно потереть мой кактус на терке. Тогда использовать его для декора будет намного удобнее. Посмотри, какой ровный слой. Я отлично справилась. Рада за тебя. Ну что, пора узнать, каково это на вкус. Кактус немного горчит, но в целом неплохо. Вот и отлично. Как видишь, даже самые незначительные мелочи могут играть огромную роль. Будь внимателен к мелочам, и тогда все точно получится. Удачи!